Модератором встречи выступила сенатор Совета Федерации от Владимирской области Ольга Хохлова. Она отметила, семья и ее благосостояние находятся на контроле у руководства страны. И сейчас, когда ситуация с коронавирусом пошла на спад, общественникам необходимо активнее включаться в работу. Это, конечно, и пособия, которые будут выделяться семьям на детей, это и детское питание в наших школах, это и отношение к образовательному процессу в школах. Много сейчас говорим об этом. И так как я представляю комитет по науке, образованию и культуре, это вопросы очень близки мне. К слову, после долгого перерыва это первое очное мероприятие. Оно прошло с соблюдением всех требований Роспотребнадзора. Речь шла в частности и о мерах поддержки многодетных семей, в том числе выделения земли под индивидуальное жилищное строительство. В этом вопросе необходимо улучшить информированность семей и усилить контроль за тем, какие участки они в итоге получают. Ведь часто им достается земля без коммуникаций. Но положительных примеров реализации программ все же больше. Один из них в Ковровском районе. Буквально в ноябре месяце в поселке Новый в Ковровском районе в эксплуатацию пустили 25-квартирный социальный дом. То есть 86 человек получили благоустроенное современное жилье. Из них 40 человек детей. Также в рамках совещания было принято решение о создании специального чата в WhatsApp. В него могут войти педагоги, директора разных учебных заведений, активисты и общественники. В группе можно будет обсуждать самые насущные вопросы и оперативно их решать с привлечением ресурсов разного уровня вплоть до федеральных.